Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 26 выпуск. С вами, как обычно, я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях человек, который, наверное, наиболее всего известен за такой проект, как Рафаэль. Поэтому встречайте Дмитрий Барановский. Дим, привет! Привет! Ну, я так очень прям кратко сказал, там, автор Рафаэль, хотя есть и много других у тебя проектов, там, и SnapSvG, и там, Brackets Commit, и так далее. Ну, расскажи немножко, наверное, поподробнее, чем ты, в принципе, сейчас занимаешься. И вообще, как всегда, знаешь, издалека, как ты попал в этот наш славный айтишный мир? Ну, если начать издалека, то, в принципе, наверное, как я попал домой. То есть я со школы как-то вот, как моя мама рассказывала, я рос ребенком, который ни в чем не преуспевал. Пока не увидел компьютеры, резко преуспел. Вот, компьютер мне понравился, я был очарован в свое время, все выглядело, как волшебство. И как-то вот, то есть, когда уже закончил школу, то есть вопрос, как по специальности идти, как-то не стоял передо мной, потому что компьютеры, естественно. Вот, а потом, я как-то увлекся фотошопом, и был, неплохо разбирался с фотошопом, и ребята, которые занимались веб-дизайном у нас, ну, веб-дизайном, это громко сказано, это какой, вот так, 97-й, наверное. Они, значит, мне говорят, типа, вот, типа, ты шаришь в фотошопе, давай ты там будешь рисовать картинки, а мы их будем крепать веб-пейджи. Вот, и я начал рисовать, и как-то затянулся, потом подумал, я же, что это тоже как программист, значит, я тоже могу подучить HTML и JavaScript. Ну, и все, дальше уже пошло-поехало, и вот, как это, круг замкнулся, и я опять в Adobe, теперь я работаю над фотошопом, в частности. Ну, вот, я знал, что я вернулся в фотошоп, но не мог представить, конечно, что с этой стороны. Слушай, это интересно, эти вопросы мы еще обязательно обсудим. Слушай, ну, а как вот, так сказать, ну, начал там, понятно, да, клепать с сайтики, то есть все, а вот давай немножко про, так сказать, тоже говорим про Рафаэль, как такой самый известный проект, ну, конечно, много раз, наверное, кто-то слышал уже эту историю, но все же, как появилась идея его создать, то есть вот ты, фотошоп это же тоже растр, а Рафаэль как вектор? Ну, как бы, да, я эту историю, наверное, уже рассказывал, наверное, не раз, но для тех, кто не слышал. Да, для тех, кто не слышал, вдруг все же. Значит, после того, как я закончил институт, я пошел работать в одну малоизвестную, а ныне не существующую компанию, и одна из первых задач у нас была, мы переводили, как бы, Windows-приложение на веб-рельсы, и одно из приложений было, показывало, ну, типа, спидометрообразные контролы на экране, и, естественно, когда мы начали его пытаться сделать, ну, тут, как бы, ну, особо в то время, это был 2000-2001 год, вот так, особенно технологий не было, плюс еще браузеры были старые, то есть, естественно, надо было идти в плагины, и первая мысль была идти в Flash, мы пробовали, сделали на Flash, Flash 4 был тогда, самый последний, и оно было ужасно, тормозило, ело CPU, в общем, невозможно было работать, тогда второй вариант я предложил пробовать сделать на SVG, и был тогда популярный Adobe SVG Viewer, да, был такой, помню, помню. Adobe меня не оставлял, я, мы на нем, значит, начали делать, и, как бы, получилось очень неплохо, довольно быстро, и плюс у нас оно легко, очень легло в нашу архитектуру общего приложения, потому что это было XML, XSL приложение, и, как бы, SVG тоже XML, поэтому все замечательно, это, это самое, мне очень понравилось с ним работать, тогда с SVG, я думаю, вот это классная штука, вот эта вещь, тогда же я научился писать JavaScript, по сути, реальный, потому что до этого особо с JavaScript, с JavaScript, вам было негде развернуться, но тут с SVG пришлось довольно много JavaScript писать, такого именно, по работе с домом, я думал, ну вот, когда-нибудь, придет время я эту технологию, именно, вот она скоро сейчас разовьется, и будет сказкой, а потом, как известно, SVG не развивалась, после 10 лет была тишина, даже, наверное, больше, и ничего, никак, никуда, вообще, пропало себе. И вот он начал появляться, и как только начал появляться, я сразу же опять начал на него смотреть, ну, и так как я частично дизайнер, частично разработчик, то есть мне это все близко, там, как это, pushing pixels, bending vectors, поэтому, поэтому я, как бы имел, мне было интересно именно визуально, я был у нас, когда работал в Atlas, у нас был такой FIDEX project, это типа конкурсов, в течение двух дней нужно что-то написать, и потом это показать своим коллегам, и они поголосуют, и ты там получаешь приз, если ты облиграешь. Ну, это как, я был, у нас было всего два фронтендера во всей компании, поэтому показывать какие-то интересные фронтендер-решения, я понимал, что этим ничего не выиграем. Пока показать по своему коллеге, да, непосредственно, он за меня проголосует, поэтому остальные не проголосуют, поэтому я решил, надо показать что-то визуально, что-то сделать красивое. Я помню, я тогда решил, что вот у нас есть таблица данных, было прикольно перевести ее в график. Ну, естественно, надо так, чтобы это работало во всех браузерах, потому что, естественно, первый вопрос скажет, это как iOS 6 там, типа работает он там или нет. И, как бы, одной из частей этой работы, основной, оказалось, было именно создание адаптера, который бы рисовал в EML и рисовал в SVG. Ну, конкурс я не выиграл, естественно, никому не понравилось, но как бы идея с этим адаптером у меня засела и я начал над ним работать. И потом, вот, в один прекрасный день мне этот мой коллега тот же сказал, типа, слушай, это вообще такая офигенная вещь, ты должен это зарелизить, сделать библиотеку. Да, ну, окей, попробую. Я ее зарелизил, ну, и все, дальше уже проснулся о знаменитом, как говорится. Слушай, такая вот история. Да, да, ну что ж, хорошо, очень интересно было, надеюсь, кто не слышал, обязательно послушает. Слушай, а расскажи, как, ну, тогда же, это в каких годах-то, тогда же еще там не было GitHub, да, как ты вообще в Open Source-то, вот, кстати говоря, ее выложил тоже? GitHub, да, он, по-моему, только появился, это GitHub. Надо посмотреть вот на Рафаэль, я не помню. То есть, зарелизил я Рафаэль, легко запомнить. 8, 8, 8, 2008, 2008, 2008, давно уже получается. Ну, как-то, по-моему, даже у меня на GitHub, это был первый проект, то есть, когда GitHub появился, или когда я о нем узнал, то есть, первое, что я туда положил, это именно, по-моему, Рафаэль был. И, ну, как бы, что тут рассказывать, как и все, я положил на GitHub, пошли какие-то там подписчики, баги, коммиты и прочее. А вот, кстати говоря, вот насколько, как бы, не знаю, не популярно, как вот росло вот это комьюнити, народ как-то узнавал, да, начал там какие-то контрибьюти, что-то там, Merge Quest, не знаю, вот расскажи, как вокруг твоего проекта происходило все это, развивалось сообщество. Ну, контрибьюторов было мало, потому что я, когда писал, Рафаэль, я, в общем-то, не особо думал о контрибьюторах в то время, и вообще в open source, я просто писал, как бы, что надо написать, и меня наслаждался тем, что я мог писать так, как хочу, не думать о том, что я работаю в команде, и писать код так, как надо для команды, а именно наслаждаться, вот я пишу, как хочу, я хочу писать так, значит, я пишу так, все, называю переменные одной буквой, и все, потому что мой код, мои правила, мой правиль. Что хочу, то и делаю, ну да. Да, в этом есть определенный кайф, безусловно, и, в общем-то, мне до сих пор, когда я работаю над снэпом, это самая приятная часть, что я наконец-то могу сбросить с себя все эти, как бы, как это, блин, констрейки. Да. Знаете, проблема иммигранта, английский не выучил, русский забыл. Сбросить эти ограничения, писать так, как хочется. И, потому что я писал так, как хочется, то контрибьютора было очень мало, потому что большинство людей открывало код, смотрело, и закрывало его сразу. Я считаю, что это была ошибка моя, безусловно, потому что был первый такой проект, кстати, снэп написан уже намного более сдержанно. Я уже там старался не так сильно проявлять свои революционные качества. Но, тем не менее, то есть, в основном, конечно, люди писали баги. То есть, контрибьюторов было очень мало, и у реквеста это была такая редкая, но до сих пор есть. Это редкое такое, то самое. Хотя, надо сказать, что со временем есть тенденция людей изменилась. То есть, сейчас больше людей именно пытаются послать запрос. Сразу начинают с full request, а не с бага. Это, в общем-то, я считаю, большой плюс к open source community. Все-таки видно, что оно эволюционирует и как-то становится более адекватным, чем раньше. Я помню, когда Рафаэль только был ревизин, это так, это не просто баг, репост, а это были как... У вас ничего не работает. Не-не, типа такое требование. То есть, так, мне нужно вот это и вот это. А, вот даже так. Быстро. И ты так думаешь, да езжкин кот, я выложил, тебе бесплатно даю, и что еще должен тут тебе сделать? Вот. То есть, было прям обидно слышать, то есть, такое вот именно, как наезд просто влучал. У меня, кстати, с одним товарищем был даже перепалка такая, он там мне рассказывал, что это не open source, и что он мне пришел по-реквестам, и он не понравился. Ну, сама идея. И я сказал, мне не подходит такое. Так он на меня там начал нападать, что это не open source, и что так вести себя не годится, и что я должен с тебя принимать. Сказал, что open source, это значит, что он может читать то, что я здесь пишу. Значит, что он может сюда писать. Ну, либо взять и у себя там где-то сделать, как ему нравится. Сделал форк, сделал форк, сделал это улучшение. Если у тебя будет оно лучше, чем мое, то оно, соответственно, станет основным, в Вене, а ты станешь героем дня. Но таких случаев, в общем-то, очень мало. Ну да, да. Ну, вот это, кстати, на самом деле, тоже очень такой-то интересный момент затронул, да, про то, как эволюционировало сообщество. Мне тоже кажется, это такое очень важно, и это очень радостно, потому что, действительно, вот я тоже вспоминаю, там, раньше, ну, баг-репорт. Что такое баг-репорт? Типа, да у тебя вот там, вот у меня нарисовал уклонку, не работает, да, и как-то думаешь, блин, ну не работает, я же не понимаю вообще, как не повторить ничего, но вот это, мне кажется, гитхаб, кстати говоря, вот во всем этом сыграл очень-очень немаловажную роль, то есть, наверное, благодаря его такой популяризации, да, и какой-то вот такой, ну, такой теплой атмосфере, то есть, вроде дружелюбной какой-то, да, вот, получается, что действительно народ стал немножко меняться, и уже там, действительно, даже если баг, то баг, там, то есть, с описанием какое-то, уже прикручиваются всякие вот эти линтеры, там, я не знаю, вот там поправь, как ты верно заметил, да, Merge Quest, там мне не нравится, там переделай, я даже вот себя вспоминаю, там, блин, да ну какие-то Merge Quest, вот баг заведу, и ладно, так сказать, да, а сейчас как бы сразу хочется, потому что, ну, вроде же, вот, я же понимаю, что там написано, почему бы тоже не внести вклад, да, там поправить Merge Quest, а у тебя нету тестов, так, Merge Quest не принимается, пиши тесты, вот это все. Да, да, но это часть культуры, она растет, культура меняется, часть моды, опять же, то есть, GitHub это модно, ну да, да, как бы с этим не поспоришь, то есть, есть хорошая мода и с плохая мода, да, в данном случае, я вижу много хорошей, полезной моды появилось в Open Source комьюнити, безусловно, злой GitHub в этом очень велика, я GitHub очень люблю, я не очень люблю создателей, но сам проект мне очень нравится, вот, и много таких, то же самое, культура меняется, если раньше, у нас в Атласине был знаменитый баг, где было написано, на основной странице что-то не работает, баг по фикшену написано, на главной странице что-то починили. Шикарно, шикарно просто. Такого плана баги, это было, ну, очень часто, такие вот эти, вопраг-репорты дурацкие, такие снисходительные отношения к разработчику, как типа, на, вот тебе, типа, а сейчас, вот, это уходит, как-то уходит, я не знаю, как это в Рунете, но на GitHub, по крайней мере, я вот, сравнивая начальные годы жизни Рафаэля, начальные годы жизни Снэпа, я вижу, ну, просто небо и земля, просто небо и земля, то есть, то, как, вот, новый проект реагирует комьюнити, то есть, да, новый проект, это всегда куча багов, ну, новый, ну, естественно. Новый, да, как бы, все логично. Не мочу еще, но, вот, как реагировали на Рафаэля, сколько там было, в сторону меня, чуть ли не мотюков, и, по сравнению с тем, как на Снэп, абсолютно ничего негативного, только позитив, и полреквест, и сразу, вот, у тебя там баг, вот полреквест, вот там ошибка, вот полреквест, вот там какой-то memory leak, вот, это самое, баг репорт, вот скриншот из Chrome Developer Tool, вот полреквест, вот тест, понимать, ну, просто, все, поднимаю руки, то есть, я уже даже не, то самое, то есть, не к чему придраться, то есть, безусловно, это, ну, приятная тенденция, ну, мы, мы же, как бы, молодая индустрия, у нас, это, вот, посмотрите на каких-нибудь, там, токарей, слесарей, кого угодно, сантехников, индустрия достаточно старая, у меня уже, есть правила, есть, уже все, все, все там настроено, что нового там не откроешь, у нас настолько все динамически меняется, и мы, вообще, у нас много денег в индустрии, да, то есть, как бы, индустрия богатая, и в то же время, она такая молодая, и вот эта, вот эта хипстер-культура, которая, я уверен, уйдет со временем, но вот это вот, тяга ко всему модному, многие идут на гитхаб, только потом, ой, это модно, гитхаб, вот гитхаб, кстати, упомянул брекетс, вот гитхаб зарезал, этом редактор, по сути, это же, ну, те же брекетс, только в профиль, ну, да, да, но все на него ринулись, и когда я спрашиваю, где, а что, вот, ринулись на этом, есть же брекетс, более старый редактор, он уже немножко более, мочой, ну, более зрелый, зрелый уже, как бы, да, устоявшись, да, 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 а мне говорят, ну, это же гитхаб, это же гитхаб, понимаешь, и что, это гитхаб, подождите, то есть, вы хотите сказать, что вы выбираете инструмент от компании, которая известна созданием сервисов, вместо того, чтобы выбрать инструмент, от компании, которая известна созданием инструментов, Ну нет, я ничего не говорю Я не говорю, что Айтам хуже, чем Брекетс Он может быть и лучше, чем Брекетс Он может быть будет лучше развиваться И вообще все что угодно Но именно логика мне не очень это понятно Мода очень много влияет на наше Это самое Вот это, допустим, плохое То, что в моде Я выберу то, что делает Гитхаб Потому что Гитхаб это классно Потому что Гугл это здорово Ну да, знаешь Здесь как бы Действительно, мода Мода, течение, волна, маркетинг Не знаю, но Раньше все-таки народ выбирал Больше инструменты, именно анализируя То, ради чего им нужно И что они хотят сделать А сейчас больше народ выбирает Какие-то инструменты, которые просто модны Вот тот же самый, не знаю, React От Facebook Вот, зарелизили, все, надо следующий проект Срочно писать на React Вы что, никакие все другие там инструменты Я не знаю, там какие-нибудь там Бэкбоны и прочее Это все уже все Это, ребят, ангуляры Не, нельзя только React Потому что вот все про него говорят Это как-то То же самое было с Angular То же самое Да-да-да-да-да Только появился все, ребят, ангуляр Других вариантов быть не может Просто теперь ангуляр Это самое зло И вообще его писать на нем нельзя Он плохой и всякое такое И как-то Ну, это, мне кажется, в принципе Это естественно Как будто такой Стадный такой рефлекс В каком-то смысле Да, не хочет, конечно, никого обижать Но где-то на этом уровне Вот А GitHub, знаешь, что еще мне понравилось Ну, в смысле, что хорошего, собственно От этой же моды Что, как ни странно До сих пор еще есть, в принципе, люди Там, ну, программисты Я уж не знаю, как их там назвать Которые даже не используют там Систему контроля версий Да, а вот GitHub Все-таки заставил даже Людей, которые не считают Что это как-то нужно там Или важно Все равно этим пользоваться Тем самым все-таки Это тоже повышать Так или иначе уровень Да, то есть Уже Тебе приходят и говорят У тебя есть там GitHub Да, я там смотрел Что-то коммитил То есть уже Есть у человека какое-то понимание Что есть какая-то система контроля версий Что это важно Что там вот там хранятся Как-то там Веточки Конечно Конечно Я еще Вспоминаю Я работал в каком-то году Это был 2005 год Да, я работал здесь В крупной Делекоммуникационной Компании И я помню Что я был в шоке Когда узнал Что у них Абсолютно не используется Контроль версии То есть они просто Файлы там пересылают В папочках хранят И все То есть я был просто В шоке То есть это Это крупная компания То есть это Ну как бы департамент Конечно Она в основном Занимается Не изготовлением Софтвера Но Все равно Это было так Дико И когда пытался Внедрить Ничего не получилось Другая история Слушай, ты знаешь Как ни странно Но даже до сих пор Еще попадаются Такие люди То есть вот там Приходят на собеседование Я говорю Ну систему контроля версии Используйте Да нет, зачем Я же один там разрабатываю Поэтому у нас там Все по папочкам Ёлки-палки Я всегда на это Знаешь, как возражаюсь У меня даже конфиг Баша хранится В контроле версии Чтобы просто самому Там Для собственного удобства Ну да Ладно Это мы немножко Что-то отошли С тобой от темы А расскажи немножко Теперь про Snap Snap SVG Который В общем-то С одной стороны Ну где-то В тех же краях И в той же области Для рисования Там векторов Но как появилась идея Создать И концепция вообще То есть это Рафаэль Перед всего дошел На второй план Либо же они живут Как-то в параллеле И у них Разные задачи И цели Ну Изначально Как бы идея Была такая Что Мне много говорили Часто То есть когда Рафаэль Уже развился Много было людей Которые приходили Говорили Классная вещь Рафаэль Все Но мне нужна Вот такая фича В SVG Такая Эта фича В SVG Другая Я им все время Говорил Ну я не могу Эту фичу Поставить Потому что Тогда я Не смогу Сделать В Explorer Старом Поэтому Значит Рафаэль Либо делает Что-то Либо не делает А не так Что сейчас делает А там не делает Это адаптер Об этом Есть Как бы Смысл И мне Говорили Что А ты Сделай Рафаэль Как бы Рафаэль Про Отключи В ML Сделай Добавь туда То Чего Не хватает Мне Эта идея Так засела В голове Потому что Действительно Во-первых Действительно Времена Меняются И уже Как бы IE7 У многих Людей Не Не Рассматривается Как поддерживаем Браузер И Действительно Хотелось Чтобы Больше Использовать Фичек SVG И Окей Я сел Думаю Ну ладно Напишу Рафаэль Про И когда Я начал Писать Я понял Что Я не могу Написать Рафаэль Про Потому что Если поддерживается SVG То Обстательно Меняется Структура Библиотеки Рафаэль Изначально Ты можешь Только Создавать Что-то Через Рафаэль Начинаешь С чистого Листа И ты Создаешь Картинку Руки Там Прямоугольники В этом Есть смысл Потому что Я создаю По-разному В зависимости От того Какой Браузер В SVG Ситуация Такая И Как только Проверяется Вложность Это меняет Кардинально Вообще Модель И уже Модель Рафаэля Она Не подходит Уже Надо Немножко Менять Немножко Менять Получается Не так Уже Немножко Слушай А группа Это ты имеешь В смысле G Которая В SVG Что можно Группировать И уже Работать Скажем так Сразу С набором С массивом Каких-то Вложенных Объектов Манипулировать И так далее Да Да Группа Очень мощный Инструмент Есть много Разных Способов Как их Использовать Даже Просто Если ты Создаешь Многослойную Картинку Допустим Передний План Задний План То вместо Того Чтобы Каждый Раз Создавать Элементы Запихивать Его 5 Слоев Назад Ты Просто Зал Группу Там Вдалеке Ты Знаешь Что Просто Запихиваешь В эту Группу Ты Знаешь Что Оно Будет Сзади Вот Этой Группы Передовой Группы Это Намного Проще Манипулировать Ну и Плюс Конечно Если Применяешь Трансформации Какие-то Трансформируешь Трансформировать Группы Трансформируешь Элементы Поодиночке Это Во-первых Намного Более Эффективно А во-вторых Это Намного Проще Ну и Просто Быстрее Ну да Вот То есть Есть Много Разных Причин Использования Групп И Кстати Вот Группы Мне постоянно Про Рафаэль Говорили Что Группы Группы Хотим Группы Хочется Группа Но Дело в том Что В EML Группы Они Совсем Другую Имеют В общем Там Долго Рассказывают Но Я не мог Сделать Группы Так Чтобы Они Работали Одинаково Как В EML Так И В SVG Поэтому Я их Не внедрил В Рафаэль Вот Ну и В итоге Короче Я пришел К идее Что надо Задать Новую Библиотеку Нарочить Голову Поменять Полностью Архитектуру Поменять Все И Сделать Новую Библиотеку Как бы Я работал В Adobe Уже Тогда И По Контракту Все Что я создаю Является Собственностью Adobe Все Что я пишу Поэтому Не могу Иметь Каких-то Сайт Проджектов Это Так как Проект Достаточно Большой То Я пришел К своему Менеджеру И сказал Есть идея И хочу Сделать Вот такое Мне сказали Ну окей Делай Мы не против Вот тебе Там День В неделю Можешь Этим Заниматься И Я Этим Занялся И Выпустил И Как бы Многие Считают Что Вот Типа Мне Кто-то Писал Недавно Что Ты Создатель Автор Рафаэля А также Работаешь В команде Которая занимается Снэпом Ну вот Я Создатель Я автор Снэпа Ровно настолько Насколько Рафаэля Никого В команде Нет Единственное Что Когда Мы Релизили Снэп У меня В команде Был Один человек Дали Одного Дизайнера Который Нарисовал Сайт Одного Дали Человек Который Написал Тест Мне Помог И В общем То Все Ну и Там Как бы Департамент Юридически Придумал Мне Название Которое Ничем Не совпадало Никто Нас Не мог Засудить За то Что Мы Используем Какое Имя Мне Не Очень Нравится Не Я Его Придумал Но Уже Теперь Живет Уже Известен Под этим Именем Уже Никуда Не Дет Негатива Я к нему Тоже Не Испытываю Имя Хуже Не Лучше Других Я Уж Другое Сказал Придумал Но Бог С ним Вот Как-то Так Понятно Слушай Ну Давай Немножко Знаешь Я Вспоминаю Когда-то Давно Общались С тобой На всяких Конференциях И так далее По поводу API Да Вот У тебя Так сказать Уже Большой опыт Там И в Raphael API И в Snappy Соответственно Есть Ну В принципе Вот Какой Должен Быть Подход Там У Библиотеки То есть Понятно Что Если Библиотека Там Как бы Даже Если Она Супер Пупер Крутая Но У нее Очень Громоздкий Какой-то Неудобный Интерфейс Ну Мне Кажется Ей Не Очень Наверное Будут Пользоваться Да Один из Значимых Моментов Потому Что До Этого Все Там Писали В Каком-то Объектном Стиле Еще Каком-то А тут Можно Вызвать Один Метод А после Него Сразу Другой И все Отработает И Всякое Такое Мне кажется В том же Рафаэле Приятный Интерфейс Ты Что Скажешь Про Как Их Надо Писать И Вообще Твое Мнение На этот Счет Ну Тут Как Пела Куджава Каждый Пишет Как Он Дышит У Каждого Свой Стиль И Нам Повезло Что У Джона Рейзига Был Именно Такой Стиль Когда Он Писал Джейк Верри И Надо Признать Что Конечно Когда Джейк Верри Вышла Безусловно Джейк Верри Победила Остальные Библиотеки Довольно Непростой Конкурент Борьбе Надо Признать Они Были Более Мощные Даже В то Время То есть Они Уже Были Более Известны Да Вот Доджо К примеру Доджо Тоже Было Рисование Векторное Тоже Был Адаптер Вмл СВГ Он Там Конечно Был Не очень Правильный Но Был Я На него Смотрел Когда Писал То есть Чтобы не Повторять Чужих Ошибок В итоге Я повторил Их Ошибки В итоге Пришло Все Переделывать В один Момент Но Дело Не в том Факт Тот К примеру Доджо Был Рисование И Когда Рапель Вышел Многие Люди Многие Были Люди Которые Что тут Нового Доджо Тоже Есть Такое Но Тем не менее Никто Не Пользовался Доджо Никто Не Доджо Никто Не Пользовался Этим Фичами Доджо Я Скажу Честно Что Когда Я Делать Это На Доджо Я Потратил Два Часа Пытаясь Рисовать Долбанный Круг Ничего Не Получилось Я Сказал Так Времени Нет Разбираться Я Напишу Свою И Так Появился Рафаэль В каком-то Смысле Нужно Сказать Доджо Спасибо За Это Потому Что Иначе Не Было Если Доджо Было Получше API Глядишь И Рафаэль Не Появился Вот Поэтому Совет По API Ну Тут Это Очень Такое Получается Generic То есть Есть Это Совет В принципе По тому Как писать JavaScript Но Есть JavaScript Как бы У меня Всегда Когда Думаешь Как Написать Определенный Какой-нибудь API Элемент Невольно У меня такой Есть вопрос Контрольный Что бы Сделал JavaScript На этом месте То есть Вот Как бы Если бы Вот это Был Не твой Написанный Метод А Нативный Метод JavaScript Какой-нибудь parse int Или parse float К примеру Вот Как бы Он бы Выглядел Да Вот И Если Это Выглядит Похоже То Это Хорошо Если Это Выглядит Абсолютно Инородно То Наверное Не Очень Хорошо Вот Если Посмотреть На Вот Многие Люди Которые Особенно Приходят Из Объектно Ориентированных Таких Языков Как Java Там C Они Очень Любят Делать Интерфейсы С Кучей New Любимая Там Какой-нибудь Типа New Rectangle Которому Передаются Параметры New Point Потом New Еще Один Point И Ты Думаешь Юшкинку Вложенные Эти New Куча Объектов Создается New Point XY Ну В общем Кошмар То есть Это Не выглядит Как JavaScript Выглядит Как Все Что Умодно Только Нет JavaScript Как Сверхи Это Очень Неудобно Кроме Всего Прочего Вот Поэтому Если Смотришь Насколько Это Да Как Зен JavaScript Насколько Это JavaScript Way Это У каждого Своё Конечно Видение Я думаю Что Моё Видение Это Отличается От Видения Того Же Брэнда На Эйка На Эту Тему Вот Но И Даже Его Видение Возможно Не Самое Лучшее У каждого Своё Но Оно Должно Быть Ты Должен Писать На Том Языке На Ком Ты Пишешь Выглядело Так Как Ты Написал Так Как Ты Пытаешься Превратить Кошку В Поросёнка Это В общем-то Болезненно И неприятно И Никто Не Оценит Поэтому Слушайте Своё Сердце И пусть Оно Вам Подскажет Правильную Дорогу Можно Еще Добавить Что Посмотрите На Какие Другие Проекты Пощупайте Поймете Удобно Ли Вам Пользоваться Одним Другим И Наверное Какое Своё Мнение Тоже у вас Сложится По этому Поводу Как Оно Должно Быть У вас Безусловно Рафаэль Был Вдохновлён IPI jQuery Я Старался Сделать Похожий На jQuery В частности Потому что jQuery Был Популярным Я бы Хотел Чтобы Люди Которые Пользовались jQuery Открывали Рафаэль И Говорили О Да Это Как jQuery Все Понятно Да То есть Это Опять же Уменьшаем Порог Вхождения И Все Если Человек Видит Что-то Похожее Ну Проблема Джаваскрипта Изначально Что она Была Похожа На С Похожие Языки И поэтому Многие Открывали О я Все Понял Это Как С Только Тут Немножко По-другому А там На самом деле По-другому Вообще говоря Глобально Но Это Приходит Позже Если Вообще Приходит Ну Да Слушай Ну Кстати Коль мы Значит Уже Как известно Тут Вчерашний Вчерашний День Или позавчера Да Весь Интернет Облетела Новость Что Все Зарелизили Спецификацию Экмоскрипт 2015 Или Экмоскрипт 6 Или Как еще Ее назвать Я даже Не знаю Вот этот Да Вот Как бы Насколько Активно Сейчас Развивается Джаваскрипт Насколько Фокус Сместился Вообще В принципе Веб Вот Все эти Идеи Какие-то Комитеты Отношения Вообще К Экмоскрипт 6 И вот Всем Этим Нововведениям Которые Там Появились Асинхронно Кстати говоря Главная боль Один из таких Наверное Краеугольных Камней В принципе В Джаваскрипте Он в принципе Однопоточная вещь И всегда Все писали Вот Так сказать У тебя есть страничка Вот у тебя Так сказать Все там Варится Как-то Ну да Событийная модель А сейчас Вот это Поскольку Он все-таки Уже и в бэкэнд Ушел Да И вот эта Многопоточность Которая Вроде как И нужна Но Насколько Она вообще Как-то укладывается В привычную Вообще Концепцию Мира Джаваскриптового Ну У меня Я конечно Когда я говорю Про Экмоскрипт 6 Начинаю чувствовать Что я наверное Становлю старым Передуном И Как это Знаешь Как это В мое время Зима была Холоднее Ну В принципе У меня вот Почему-то Такое Негативное Отношение К Всем Эти Нововведения В частности Ну Как Как бы Энологию Провести Представь Есть человек И он Говорит Вот Я Хочу Летать Да Я хочу Себе Крылья И он Работает Над Крыльями И он Там Значит Пытается Себе Сделать Крылья Чтобы Научиться Летать Вот А другой К нему Подходит И говорит Слышишь Ты Летун Ты же Дрыщ Тебе Потренироваться Что ты умеешь Делать С тем Что у тебя Есть С твоими руками И ногами Ты себе Крылья Лепишь Ты же Сколько раз Подтягиваешься Да То есть Прежде чем Начинать Делать Крылья Неплохо Знаешь Вот Как Я могу Подтянуться Сто раз Отжаться Две Тысячи Могу Делать Страшные Вещи Но мне Мало Я хочу Летать Ну Вопросов Нет А когда Ты Понимаешь Ни разу Не подтягиваешься Но Хочешь Летать То Тут Как Ну Не знаю Мне Это Напоминает Дрыща Который Хочет Летать То есть Большинство Людей Которые Что-то Хотят Дровоскрип Добавить Обычно Не очень Могу Пользуются Тем Что Там Есть Я не Говорю Что Джарскрип Идеальный Язык В Ниаком Случа У него Много Проблем Я Не Вижу Как Нововведение Дровоскрип 6 Эти Проблемы Исправляют Скорее Они Добавляют Просто Новые Какие-то Фичи Которые В принципе До силы Не было Но Ничего Не Отменяет Из Старого Да Они Добавляют Много 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 Замечательных Там Есть Фичи Опять же Я не хочу Сказать Что Там Отстой Не Не Там Много Есть Абсолютно Замечательных Фич Которые Мне Очень Нравятся И Очень Хотелось Чтобы Они Поскорее Пришли Везде Много Есть Которые Мне Не Нравятся Категорически Типа Новых Синтаксисов Для Классов Это Вообще Для Меня Как Это Теперь Люди Которые Сейчас Есть Множество Людей Которые Абсолютно Не Понимают Как Работает Прототипное Наследование Вообще Прототипная Модель Объекта Джаваскрипте Это Как Доблесть Языка В том Что Даже Ты можешь Писать Хороший Код Относительно Работающий Код Даже Не Понимая Этого Но Рано или поздно Ты Столкнешься С проблемой Которую Ты Не Сможешь Решить Потому Что Не Понимаешь Азов Да Да Я С тобой Прям Вообще Полностью Согласен Вот Добавление Синтаксиса Классов Это Делает Эту Проблему Еще Хуже Теперь Ты Можешь Вообще Не Заморачиваться Часть Языка Но Внутри Все равно Прототипное Наследование Все равно Происходит Совсем Не то Что происходит В СИ Когда ты Пишешь То же Самое По сути И Поэтому По-моему Это Добавляет Только Больше Конфьюжен Вместо Того Чтобы Добавлять Какую-то Ясность Это Еще Больше Делает Людей Задурманенными Тому Что Происходит То Это Есть Для вас Людей Есть Несколько Таких Моментов Которые Вместо Того Чтобы Помогать Наоборот Ты На самом деле Все так А на самом деле Все не так Когда-то Давно Я беседовал Очень долго С одним Товарищем Довольно Известным В Node.js Community Не буду Называть его Имя И он Мне долго Пытался Убедить В том Что Все Джава Стрипс Как это Все Объекты И строка Это тоже Объект И число Это тоже Объект Потому что Может быть Строка Точка Length И получить Длину Ужасно Потому что Да Есть много Таких вещей Которые На самом деле Все так А вот На самом деле Все совсем Не так А совсем По-другому И рано или поздно То есть Я нашел Таким Пример Где Его теория Рушилась И надо было Видеть его лицо Когда он Прозрение Прозрение Наступило Прозрение Когда он Осознал Что Всю эту Всю жизнь Как бы Он до этого Жил не так И думал Что мир построен Совсем не так Как он на самом деле Построен То есть Вот это Поэтому Мне Мне нравится Что есть активность Вокруг Джаскрипта Мне нравится Что Люди поняли Никто теперь Не говорит Что Джаскрипт Это Недоязык Там И прочие Всякие Такие Самые Замечания Но Мне так же Кажется Что Порой Эта активность Она Знаешь Ради активности То есть Действие Ради действия Давайте Что-то Сделаем Что Не знаю Что-нибудь Давайте Сейчас Все сделаем Будет Офигенно Давайте Давайте Как Давайте Не знаю Давай Двигайся Что-то Стоит Вот Такой Ажиотаж Это Кстати говоря Перевью Переименование Экмоскрипт 6 Давайте Переименуем 2015 А давайте Опять 2007 Путаница Что даже По-моему Сами Инициаторы Этого Переименования Уже Порой Ошибаются Как же Его правильно Называть Этот стандарт Имитация Бурная Деятельность Да Мою Военную Кафедру Институт Честное Слово То есть Это Не комплимент То есть Черт и шо То есть Но В целом Да Там есть Много Прекрасных Зерен Есть Много Замечательных Людей Которые Над этим Работают Которые Реально Они Умные И Приверженные Идеи И все Они делают Правильно Но Так же Все равно Как и в создании Веб-стандартов Все равно Есть эффект Толпы А когда Больше двух Человек Это уже Толпа И Тут уже Кто громче Кричит Тот и Руководит Это в любом Как бы В любом комьюнити Такое Присуще Ну Ну да Слушай А как ты Кстати говоря В принципе Отноишься К JavaScript Node.js Что он ушел В сервер Просто интересно Твое мнение Ты вроде Потому что Рафаэль Но Снэп Это все Такие Клиентские То есть Браузерные Какие-то Библиотеки А вот Когда все Это ушло В бэкэнд И вот Это всякий Сейчас там Опять-таки Тренд Мода там На Изоморфность Которая Многие мне тоже Кажется Не очень понимают Что за этим Стоит на самом деле То есть Но Изоморфный Изоморфный JavaScript Ну Он и до этого В принципе Был Наверное Каким Ничего с ним Не изменилось С появлением Этого слова Да Ничего не изменилось JavaScript Он был и есть Мне Как бы Ну во-первых Как бы Открою Может быть Секрет Я сейчас Пишу на Node.js О работе Да То есть Последние Я не знаю Сколько-то месяцев Я пишу У меня проект Чисто на Node.js Причем Проект Это для Photoshop Потому что В Photoshop Есть Node.js Уже Давно Кстати Говорю Поэтому Может Для некоторых Это будет Откровением Но В Photoshop Много Что есть В частности Там Есть Node.js И Поэтому Я отношусь Положительно К Node.js В целом К комьюнити Node.js Я отношусь Конечно Хуже Чем К JavaScript Комьюнити Потому что Если В JavaScript Комьюнити По крайней мере Сидят Более-менее Фронтендеры Которые Хотя бы Привязательно Следуют Духу JavaScript То В Node.js Превалируют Всякие Backendеры Которые Прыгнули На Node.js Чего-нибудь Типа Ruby Или Java Или Еще Куда-то И они Безусловно Приносят Туда Своё Видение Как Надо Писать JavaScript При этом Зачастую Их знания JavaScript Еще Меньше Чем Знания Те Кто Сидят Во Фронтенд Части И Поэтому Как бы Вот Бывают Хипстерские Движения А давайте Это модно Это в тренде Это в теме И прочая Мура Опять же Возвращаясь К тому же Раньше Как-то По слову Программист Создавался Образ Инженера Какого-то Все-таки Ну да Да Ведь если Сказать слово Программист Нарисуй Кого ты видишь Буквально 20 лет назад Программист Это был такой Дядька С бородой Такой Значит Средних лет В рубашке С коротким рукавом Такой обязательно Знаешь Это самый В штанишках Там с ремешком Возможно В очках Да Там Подмышкой Этот самый Пачка Там Тубус Тубус С чертежами Ну Может быть Не с чертежами Но с кучей Книг И он такой Знаешь Умный 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 Инженер Советское слово Инженер Примерно Те же ассоциации Вызывает Поэтому Не советское слово Советский инженер Примерно Такие же ассоциации Если ты возьмешь Еще там 20 лет То это уже будет Чувак там В белом халате И так далее Но это уже Не будем туда копать А если взять сейчас То это будет Какой-то Прыщавый подросток Максимум лет 20 Вот И Весь такой Тоже Со скейтбордом Возможно Даже Да Живет там Скорее всего С пирсингом С каким-нибудь Знаешь Вот такой там С пирсингом У которого Куча денег Нет ответственности То есть Не вот Такое все у него Знаешь Студенческий Кодинг Как я его называю Знаешь Когда написали И забыли То есть Вот Гугл страдает Таким очень сильно Потому что Очень молодой состав В основном И вот это Студенческий способ Писания кода То есть Написали Прилепили к стене Держится Все Забыли Пошли дальше То есть На короткие сроки Такое работает И Вот В Node.js Тоже Вот это очень Сильно чувствуется Конечно Дыхание Но Благо Я не очень Глубоко В Node.js Комьюнити Завожу В частности Потому что Мне очень симпатично Но я Как бы На нем Пишу На Node.js Я пишу На javascript По сарайу Как-то Называется Платформа Ну да Я пишу Одинаково Что Снэп Что На Node Я пишу То же самое То есть Там Немножко Другое Открытие Файла И закрытие Ну по сути То же самое Я считаю Что Надо Ну Javascript Надо Любить И Можно Его Не любить Но Не надо На нем Писать Мне конечно Огорчает Когда люди Как бы Не то что Люди не знают Ну бог с ним Я тоже Много чего Не знаю Во многих Вопросах Но я Как бы Если мне Нравится Заниматься Чем-то Я пытаюсь Узнать Максимум Про то Чем я Занимаюсь Да То есть Если я Допустим Там Я не знаю Влекаюсь Типографикой То я стараюсь Узнать все Про шрифты Про то Как они Создавались Про то Как они Врезались На камни Про то Какими Там Пользовались Откуда Пошли Эти кривые Откуда Тролевали Тролевали Там Много чего Можно Докопать Но если Мне это не интересно Если я работаю Как простой Ремесленник Который Пришел Сделал Получил Знаешь Такой PHP Подход Не хочу Никого Обидеть То есть Вот Моя бытность Была Вот это Вот модно Да Там PHP Прорамест То есть Он пришел Сделал Какой-то Проект Получил Деньги Все Ушел Больше Он не возвращается К этому проекту И вот это Он живет Такими Маленьких Проектах Такой Вот Ремесленнический Подход Как Ну Я считаю Это Недостойное Узнавание Инженер Все такие Инженеры Мне кажется Это человек Который Ну Как-то Глубже Копает В это Ну Да В общем-то Я ушел Ушел в философию Не-не Нормально Я сам Люблю Поэтому Отлично Отлично Слушай Ну Давайте немножко Про другой аспект Вот ты там Работаешь в Адобе Да И собственно Я даже вспоминаю Опять-таки Один там Когда-то там Где-то мы с тобой На конференциях Общались Что Вот Тебе интересно Там быть там Не просто программистом Да Вот каким-то исследователем Что-то какие-то Интересные вещи Там Новые изучать И Опять-таки Насколько я понимаю Ты в общем-то От Адобе Входишь В В 30-шную группу Да По Там Чего это Ну формально Да Вот По SVG По SVG Да Вот Вот собственно Можешь немножко Рассказать Про вот этот Этот аспект Твоей Так сказать Там Жизни Карьеры Разработки Ну Деятельности Ну да Ну как бы я Очень долго сидел Именно на Исследовательской Позиции Когда я просто Ковырялся На всяких Новых Интересных Вещах Пытался понять Как это можно Что из этих Вещей Можно выдавить Но я сейчас Последнее время Ушел С этого Более Прагматичные То есть Конечно Это неинтересно Но просто Как бы Ну захотелось Все-таки Попрограммировать Тоже Ну да То есть Ну даже Не столько Мне захотелось Сколько просто Мне сказали Что Дмитрий Мне кажется Ты будешь Более Полезен Если ты будешь Делать что-то Вот Порывился Как раз Проект Который Мне кажется Ты будешь Как это сказать Расстроенность Ты не будешь В нем Принимать Активное Участие В общем-то Так оно и есть Когда я узнал Про проект Я сказал Да В общем Если бы вы меня Сюда не взяли На этот проект Я бы был обижен Что меня не взяли То есть Я сейчас Работаю Над Улучшением Экспорта SVG Из Иллюстратора И фотошопа Вот Поэтому Мне кажется Что более Большого Как это сказать Влияния На SVG Я сделать Вряд ли Смогу За свою жизнь Если Этот проект Кажется Успешным То Все Можно Уходить на пенсию Слушай Ну это на самом деле Очень крутая тема Крутая тема Из недопереби Потому что Вот Всегда все По-моему Мы жаловались Когда начали Как-то так Все-таки Вебе Несколько лет назад Все-таки Народ понял Что действительно Вектор можно использовать Начали Его применять И там Ну а где Как его получить Ну как Ну вон там Иллюстратор Раз Экспорт И все Ну там Вот этот Миллионные Тонны Просто Кода лишнего Собственно Мне кажется Это причина Там SVG О Которые Там Вырезают Сякое Лишнее Утилеты Появились Тоже Не на ровном Месте Потому что Действительно Скоро вообще Будет идеальный Экспорт В SVG Хотелось бы Верить Что он будет Идеальным Но там Конечно Есть много Нюансов Потому что SVG Это не Картинка Не только Картинка Но и документ SVG Допустим К примеру Он Как бы SVG Рассматривает Как картинку То есть Я ее сделаю Как максимально Маленьким До тех пор Ну Главное Чтобы выглядело Точно так же Я же Когда я Делаю Допустим В иллюстраторе Ввесу SVG Для того Чтобы потом Воспользоваться Для Своих целей А мои цели Обычно Это написать Какой-нибудь Скрипт К этому SVG То обычно Я Как бы Ну Мне важно Какой формат Будет С этого Документа Какие-нибудь Там группы Как они будут Расположены Потому что SVG Безусловно Если я оптимизирую Файл Мне Выгодно Убрать Все эти группы И Пытаться Сделать Меньше элементов Во-первых Так оно И быстрее Немножко Работает Во-вторых Это и меньше Но С точки зрения Меня Разработчика Я хочу Мои группы Я хочу Чтобы они Оставались В этом Файле В SVG Иллюстратора Я хочу Чтобы у них Оставались ID Которые Я им Дал Хотя С точки зрения Как бы SVG Возможно Эти ID Не нужны Потому что Зачем В группе ID Никак Не Используется В этом Файле Потому что Я хочу Его использовать Потом Через мой Скрипт Хочу Найти Ту группу Которая Мне нужна Быстрее И проще То есть Есть Такие Нюансы Поэтому То что Мы пытаемся Сейчас Делать Естественно Не один Этим Занимаюсь У нас Двое Потому что Люди Думают Что Если Это Adobe То Там Над Каждым Проектом Сидит 100 Разработчиков 200 Тестеров 500 Дизайнеров И все Это Делают На самом Деле Есть Крупные Проекты Над Photoshop Работает Много Людей Если Мы Говорим Про Ядро Но Надо Тем Что Мы Работаем Работает Нас Двое Вот То есть Мы Пытаемся Делать Максимально Маленький Документ Но Тем не менее Чтобы Ничего Не пропадало Того Что Нужно И Чтобы Он Был Все Рано Как Human Readable Вот Как бы Я Написал SVG Я хочу Чтобы SVG Который Производил Иллюстратор Был Точно Таким Же Каким Будет Выглядеть После того Как я Обычно С ним Работаю Обычно Я экспортирую Файл Из Иллюстратора Потом Я его Открываю В редакторе И правлю Его Беру Острую Бритву И правлю И Вот Результат Вот Так Должен Выглядеть Когда Я его Экспортирую Сразу Так 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 Идея Ну Посмотрим Что у нас Получится Ну Хорошо Мы С этим Смотрим Зайти Когда Когда Ждать Первых Результатов Каких Скоро Но Точнее Сказать Не могу Ясно Ладно Хорошо Будем Ждать Ну А Расскажи Немножко Определенные Результаты Кстати Уже Есть То есть Вот Последняя Версия Фотошопа Если Вы Экспортируете Там Есть Специальный Экспорт Эссетов Так Называем И Если Выбрать SVG Как Результат Экспорта Из Фотошопа То Вот Это Вы Запустите Тот Код Что Я Писал И Получите SVG То Это Не Тот SVG Который Мы Хотим То Там Какая То Версия Наверное Где-то Старая Версия Тем не менее Это Это Вот Та часть Над которой Я работаю В частности Которую Надеюсь Которая Становится Лучше И лучше Хочется верить Ну Хорошо Ясно Все Вот Народ Теперь Все Кто Экспортирует В Фотошопах И в дальнейшем Там В иллюстраторах Знаете Это Вот Димин Код Слушай Дим Ну А расскажи Все же Вот Про В3C И Вообще Вот Стандарты Как бы Как Вот Живот Мы же там Оговорили Немножко Затрагили Что там Сейчас Все активно Развивается Вот И значит Экмоскрипт Зарелизили А как Вообще Вот Жизнь В В3C Сообществе Не знаю Как это Организации Да Вот И в принципе Что там Что там Происходит И как-то Может быть Там Как-то Все на Формальных Как-то Русля Поставлено По-другому Либо Там Те же Самые Люди Ну я С этой кухней Знаком Не так сильно Как Можно было Быть знаком То есть Я формально Являющий Нам CG Working Group Но Фактически Я Как бы Не очень Яро Там Участвую В обсуждениях И прочих То есть Вот мой Коллега Дирк Дирк Шульц Который Которым Кстати Вдвоем Мы и делаем Экспорт CG Он Очень активный Член WebStandards Group И ВебStandards Group Довольно Свиси И То есть Я слежу за ним Потому что Мне приходят Все эти письма Я читаю Там эти Переписки Перебранки И я Был Несколько раз На встречах ВебStandards Group Да ё-моё Что же ВебStandards Group Ну в В3C Да хорошо Нет Понимаешь Вот WebStandards Group Это где-то WebStandards Days Понимаешь В SSD Вот Вот Мы все поняли Ясно Ты Садишь За нашими Маленькими Сообществами Здесь В России В Питере Это отдельная тема Это еще ВебМоскона Все пошло Правильно Это Еще та тусовка Когда я Был на ВебМосконе Когда я Познакомился С И ВебМосконе 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 Это вообще Было Еще до того Как я Не то что Написал Рафаэля Вообще Еще Господи Страшно Вспомнить Где я был И где я Сейчас Вот Ну Да То есть Он более В курсе Этих всех Событий Поэтому Его было бы Интересно Задать Такой вопрос Потому что Он как раз Знает Всю эту кухню Очень хорошо Я эту кухню Знаю Так Постолку Поскольку Но Из того Что я видел Это те же люди То есть Есть такое мнение Что вот У многих людей Есть такое представление Что да Вы из России Когда собирается Митинг Это собираются Такие Знаете Седоволосые Мудрецы Да 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 И вот Они там Спокойным голосом Как вот Это вот Попивая Дорогое Вино И ходят В тогах Разговаривают И принимают Какие-то Судьбоносные Решения Опираясь На какие-то Там Очень серьезные Вещи На самом деле Конечно Это далеко От реальности Конечно Юнцов В пирсинге Там Нету И это хорошо Это очень хорошо Но Также Там нету И других Людей Которые бы Там Могли бы Быть Было бы Это На пользу Вот Мое Видение То есть Когда Из того Что я Видел Я был На паре CSS Митингов В SVG И Там Очень Очень умные Люди Безусловно Собираются Большинство Из них Однако Более Академического Склада То есть Они Естественно Все имеют Там Высшее Образование И большинство Имеют Даже Там PHD В докторские Степени По всяким Точным Наукам Но Они Не Пользователи Того Что Они Делают То есть Они Не пишут CSS Каждый день Не практики Да То есть Они Теоретики Они Не практики То есть Там Вот Когда я Был На SVG Вокинг То есть Я это Очень Явно Чувствовал Потому что Я Будучи Исключительно Практикой На SVG И плюс Сдержать Сидя за Комьюнити Рафаэля И Снэпа У меня есть Определенный Опыт Что люди Делают И как Они этим Пользуются То есть Зачастую Там Допустим Был разговор Про трансформации И они Говорят Типа Ну это Просто Зачем Это Делать Как Так Прочит Можешь Всегда Написать Матрицу Трансформации Вы что Никто Не будет Писать Матрицу Трансформации Когда Ты Программисту Говоришь Матрица Слово Такой Отсутствующий Взгляд И дальше Он тебя Уже Не слышит Какая Матрица Никто Не знает Как считать Матриц Нет Ну понятно Что все Как бы умные Люди Все Высшее образование Но реально Никто Не будет Считать Матриц То есть Не надо Заставлять Людей Выражать Трансформацию Через Матрицу Никто Этого Не делает То есть Это Как Последнее Приберечное Когда уже Ну никак По-другому Тогда уже Ладно Будем сюда Идти Ну вообще То есть А для них Это как бы Ну как Они в уме Матрицы Считают Вот это да Слушай Вот это Мне кажется Тоже Один из моментов Когда Все-таки Должны Во все эти стандарты Ну кстати Это вот тоже Знаешь Очень сильно Изменилось То есть Если раньше Действительно Вот это все Был какой-то Академический Такой ход Ну в смысле С академической стороны Да все Приходили все эти стандарты И которые В принципе Там большинство Не приживалось То сейчас Что радует Что вот У комьюнити Как-то да У сообщества Даже там Создатели браузеров Да Они вот Какие-то Наработки Уже кто-то Там сделал Что-то Наработал Они прям Сразу Это внедрили Народ Попробовал И уже Ну конечно Есть какие-то Отрицательные моменты Да безусловно Но из положительных То что Народ Попробовал Пощупал Уже как-то Адаптировал Понял Что вот этим Реально можно Пользоваться И уже Создается Какой-то Стандарт Спецификация На основе Какого-то Опыта То есть Практического И это Вот радует Меня Лично Ну конечно Это Но это Это вообще Проблема Как слушать Комьюнити Но при этом Не идти на поводу Комьюнити То есть Конечно Слушая Комьюнити Ты больше Понимаешь Какие проблемы У людей Возникают Больше Понимаешь Какие проблемные Части Какие части Нужно исправить Допустим В том же API У Рафаэля То есть Я сразу понял Что допустим Трансформации Те же Опять же Это самый Сложный момент То есть То с чем Большинство людей Никак не могут Разобраться Потому что Там действительно Все очень непросто То есть Точно так же То есть Если брать Все подряд Что комьюнити Делают Раз комьюнити Так решило Давайте мы Так сделаем Знаешь Как Генри Форд Говорил Если бы я слушал Людей Я бы сделал Более быструю лошадь Поэтому Тут такое Как бы Да и нет То есть Тут нужно Очень аккуратно Это делать Но безусловно Я считаю Что Вот Всех этих Веб стандарт Комьюнити В этих группах СВГ Веркингрупп И так далее Не хватает практиков Теоретики Там много И они все Очень хорошие Умные И когда я Слушаю людей То есть Я спокоен За судьбу Стандартов Но я не очень Спокоен За судьбой API Допустим Этих стандартов Пример Режущий глаз Это Canvas API Который просто Омерзителен Учитывая Что это молодой Стандарт Это не дом API Который был написан Черт и когда Никто им не пользовался Никто не собирался Им пользоваться Canvas был написан Относительно недавно Уже Когда Веб стандарт Вовсю гуляли И это просто Омерзительный API Это же просто Кошмар какой-то Другого Джейлос-фит Программиста Котолько ты подходишь К чистому Canvas API Начинаешь писать Это же просто Зумная боль И как бы Почему так Потому что Люди которые писали Это не те люди Которые Этим пользоваться Будут Ну То есть Это проблема Ну Как бы Эта проблема Она общая Она Как-то будет решаться Мне что нравится В этих группах Это только С кем С какой легкостью Люди принимают решения То есть Они сидят Так Ну что Давайте как-нибудь Сделаем Надо вот Чтобы Такой-то фичу Ага Ну давайте Сделаем вот так Кто-нибудь против Нет Ну окей Все делаем Так Я сижу Так вот думаю Да ё-моё Вы же решаете Такую вещь Это ж Это ж Вообще Это ж Все Это ж Теперь все Так будут писать Для всех Теперь это будет Может надо Как-то побольше Обсудить Да не потом Если что Исправим Нормально Все Проехали Дальше Следующая тема Слушай Вот это вообще То есть Конечно Иногда Ты чувствуешь Думаешь Ё-моё Решаются Судьбы Веба Прямо Вот так Вот знаешь Как Ну В легкой С легкой Руки Раз С другой стороны Если надо всем Трястись То ничего же не решишь Будешь сидеть Трястись Ну это Опять-таки Тоже Глядя Назад Оглянувшись Назад Сколько там Времени Разница Между Экмоскрипт Три Четыре Пять Ну просто Десятки лет Годы Сколько Можно Высасывать Каждую Фишечку А сейчас Все-таки Как-то Действительно Ну мне кажется Это наверное Все-таки Правильно Что Ну приняли Да Ребята Попробовали Окей Ну конечно Надо как-то Осознанно Принимать Но все же Ошибка Всегда ее Можно исправить Нежели Очень долго Быть в стадии Какой-то Альфа-тестирования И ничего Так и не принять И не сделать Ну да Ну Это в общем-то Общее для всего Разработки Крупных проектов Это абсолютно То же самое Чем больше народу Тем это хуже Чем Тем больше базара Начинается Чем меньше народу Тем Это как-то Получается Лучше А когда один человек Пишет Так вообще Так вроде Неплохо Лучше всего Когда два Чтобы хоть как-то Чуть друг друга Контролировать Я вот Сейчас работая В команде Двух человек Это просто Dream team То есть Это замечательно Слушай А у вас там Код ревью Что-нибудь такое Вот как вы Вообще Взаимодействуете Или так Один одно делает Другой другое Или все-таки Какой-то вот Контроль Там Код ревью Там Какие-то вот Ну конечно То есть У нас Ну в частности В нашей команде Так получается Что Мы работаем На гитхабе На корпоративном Гитхабе И То есть Я что-то делаю Я делаю Pull request И Мой коллега Должен Pull request Замерзить То есть Не я Он должен Его посмотреть Только он Его может Замерзить То же самое Касается Когда он Что-то хочет Добавить Он делает Pull request И я его Должен замерзить То есть Таким образом Как бы Сейчас его Ответственность То есть Она Лежит и на мне То есть Если он Написал Какую-то ерунду То как бы Он виноват Что написал Я виноват Что я это пропустил Я замерзил Ну да Да Конечно И получается Так вот Такое у нас Ревью идет Потому что У нас всего двое Но зато Я очень удобно Я точно знаю Что вот Висит его Pull request Никто его Не будет Ревьюить Я его Должен Поэтому я Его вижу Ага Я утром Захожу Смотрю Ага Висит Значит Я его должен Мое задание На сегодня В частности То есть Это немного проще Не надо Ты не рассчитываешь Что кто-то другой Там Настяна в команде Сделает ревью То есть Все просто Вот Ну В твоем Работать проще Хотя Конечно Не очень удобно Что я сижу в Сиднее А он сидит Где он там сидит В Германии Где-то сидит Ну да У вас Такие явные Смещения Так сказать В часовых поясах Да То есть Он сидит в Германии Еще у нас есть Отдельная команда С которой мы Плотно работаем Которая работает Именно над иллюстратором Она сидит В Румынии И основной офис Сан-Франциско То есть Такое А еще есть Иллюстратор Тима Она сидит в Индии То есть Так Ну вообще Везде Все в разных часовых поясах Только короче Как-то в электронном виде В общем-то Общение происходит Да Иногда эти митинги У меня То митинги в 6 утра То митинги в 7 вечера Так Понятно Слушай Ну еще один Маленький момент Который Тоже хотелось Так сказать Твое мнение Услышать Обсудить Это вот Мы уже немножко В RadioJS С ребятами Тоже это обсуждали Сейчас очень много Появилось Всяких Веб-бейз Иде Так называемых Ну и веб-бейз В смысле В браузерных И вот Построенных На веб-технологиях Такие как Атом Брекетс Вот в принципе Как ты считаешь Почему это появилось И насколько они Действительно хороши И чего они дают То вообще Простым Почему не хватает Там не знаю Ну понятно Что там да Есть апологеты Вима Там и Макса Но оставим Так сказать Их немножко в стороне Но вот Как в современное Такое положение дел Ну Говоря про редакторы Я сразу Признаю Что я Не являюсь Сторонником Вима Не потому Что он плохой Я на него Честно пытался Сесть Три раза Последний раз Я на нем Два месяца Сидел Выключая То есть Думал Вот Сейчас я привык То есть Сейчас откроется Второе дыхание И я пойму Что на самом деле Это классно И в итоге Я все равно С него пересел Только у меня На работе Начался какой-то Врал И мне надо было Срочно и быстро Все сделать Я пересел И Стохнул спокойно И сказал Нет Все Не моё А ты сам Чем пользуешься В данный момент Я пользуюсь Brackets Я до этого Очень долго Пользовался TextMate Но вот После TextMate Я пересел TextMate Второй Очень был им доволен Потом попробовал Brackets Когда они только вышли И он мне показался Сырым И я много чего не мог Из того что я привык Иметь под рукой Я отказался от него А потом Через какое-то время Был какой-то Сочерной релиз Попробовать опять И сказал Что вот так Все в порядке Тут смотри Все можно И даже не хуже TextMate Я как-то присел И у меня Долго время Они оба были На компьютере А вот Новый компьютер я купил А даже TextMate На него не установил И вот Не чувствую Надобности Ну и вот Конечно Сам факт Этих Web-based IDE Это Как этот Уроборос Да Символ Змеи Пожирающий свой хвост То есть постоянный В чем как бы прелесть IT-технологий Почему они так будто Развиваются Потому что Мы используем IT-технологии Чтобы создавать IT-технологии Таким образом У нас Геометрическая прогрессия И Поэтому Очень большая Скорость И тот факт Что наконец-то Эта Тенденция Докатилась И до веба Я считаю Что это Положительный Аспект Что мы теперь Можем делать На вебе Создавать Приложение Которое Можно использовать Как редактор И в общем-то Редактор Это не такое уж Простое Приложение И оно В принципе Устраивает По перформансу И прочему Это безусловный Плюс Мне что нравится Лично В таких Редакторах Как Brackets Это то Что я могу Сам Его Как бы Хакать Как хочу То есть Я знаю Весь стэк Я знаю Это мои технологии То есть Не надо Допустим В TextMate Чтобы создавать Команды Надо было Писать их На Ruby Либо На этом Бэше Я как бы Не очень силен Ни в том Ни в другом Я В итоге Я писал Там команды На Node.js Настроил Чтобы можно было Это делать Но здесь Получается Еще проще То есть Не надо Писать на Node.js Я могу Просто залезть И не только Писать себе Там какие-то команды Я могу полностью Весь интерфейс Переделать Как захочу Если очень Захочется У меня полная Свобода Делать абсолютно Все Что Вот Это безусловно Очень большой плюс Мне это очень нравится И вот В частности Поэтому Я чувствую Знаешь Это как О чем говорят Мужчины Представь Что тебе запретили Есть вилка И сразу захотелось Именно вилка Так вот То есть Сама возможность Того Что я могу Это сделать Это уже большой Как бы Для меня плюс Я может быть И не буду Ничего менять Но Я хочу Знать Что если Не надо Поменять Я могу Это сделать Мне ничего Не сковывает Это Как бы Большое То есть Это приятное ощущение Знать Что я могу Есть вилкой И Поэтому Я как бы Пользуюсь Брекет Я честно говоря То есть Когда Я говорил Про Эйтам И брекет Кто там Лучше Кто хуже Я не знаю Кто лучше Кто хуже Они используют Один и тот же Абсолютно Движок Для Как бы Этого самого Для редактирования Для текст Текст-эдитора Вот Но К тому Что понавешивает Как это будет Лучше Хуже Я конечно Как настоящий Патриот Адоби Пользуюсь Брекет Но это не значит Что я не пересяду На Эйтам Как только Я посчитаю Что он будет Лучше Чем Брекет Поэтому То есть Я не люблю Фанатизма Ни в чем То есть Слушай Для веба Я как бы Понял Да Идею Мысль Про то Что Как бы Это Инструмент Который С помощью которого Ты на тех же самых Технологиях И с одной стороны Это как бы И проверка Вообще В принципе Что Ну Как бы Возможность Обкатать Понять Я не знаю На уровне редактора Что все работает Как-то И влезть И на своих же Технологиях Подпилить Дописать А вот Там Как бы Как ты смотришь На то Чтобы эти Всякие Идеи Использовать Для других языков То есть Насколько они Подходят Там Не знаю Для написания Каких-нибудь Там Хаскеля Я не знаю Вот что-то такое Либо же Это же все-таки Больше специфично И наиболее правильно И востребовано Именно Вот Для Там Джаваскрипта HTML Ну То есть Стандартного Вебстека Ну Я думаю Что Это больше Конечно Нужно Для Стандартного Вебстека Как ты сказал Потому что Ну Как бы Какой Смысл Программисту На Джаве Допустим Сидеть в Иде Написанном На веб Технологиях То есть Какой Бенефит Никакого На самом деле То есть Мне допустим Вот Мне не все равно На чем напишем Написан Редактор На Си Или на Джаве Абсолютно все равно Фотошоп На чем написан Да мне все равно На чем он написан Мне главное Чтобы он работал Правильно Потому что Я Не собираюсь Туда Залазить Не собираюсь Его Менять Веб Как бы Редакторы Они чем И хороши Как я уже говорил Что Мне не нужно Там Какой-то Его Хакать Я просто Открыл И вот Он Код Я его Могу Вот Взять И изменить Вот Мне не нравится Цвет Я Только Первомутровые Пуговицы Потому что Я могу Добавить Эти пуговицы Без проблем Для Джава Разработчика Я думаю Что это Ну Какой Допустим Составит Разница Даже если Допустим Предположим Что у него Есть Какая-нибудь Айдея Да К примеру И Сделаем Мы Айдею На Вейбе С Такими же Точно Функциональностью Какая От этого Будет Выгода Я думаю Никакой Будет Все равно То есть Залазить И вправить CSS Ряд ли Будет Ну Ну да Вот А Так С точки Зрения Ну Я не знаю Мне это Приятно Потому что Я могу Его Исправить Я могу Исправить Я могу Послать Полреквест Назад В брекет И Да Его Возможно Там Даже Примут Могу Что-то Сделать Могу Сделать Плагины Как Опять же Какие угодно Говорят Это В моем Случше Это Просто Приятное Чувство Пока Что Я Много Плагинов Не делал Хотя Я Сделал Для себя Кучу Разных Настроек Которые Мне Сильно Помогают В моей Работе Ну Как-то Так Вот Понятно Слушай Ну Вроде бы Мы с тобой Обсудили Все какие темы Хотели Вот Поэтому Было Довольно Интересно Я думаю Давай на этом И поставим Точку В этом выпуске Спасибо тебе большое Что Нашел время Мы с тобой Смогли Так же Сконнектиться Через Семь Часовых Поясов Вот Так что Что ж Друзья Всем спасибо Что были с нами И до новых встреч Пока-пока Пока-пока Субтитры